Некоторые спрашивают, как выйти из-под влияния эгрегора. Особенно, если там ритуально его подключили, например, как крещение. Например, крещение. Религиозный эгрегор, то есть в христианский эгрегор как-то надо перекреститься, если я хочу в мусульманский перейти и всё остальное. Достаточно просто. Первое, что надо знать всю эту схему. Эгрегор будет помогать вам только в том случае, если вы даёте ему энергию. Энергию какую? Думайте о нём. Ну, например, выполняйте его ритуалы, которые он хочет. Обращайтесь к нему, даёте энергию и время. Это эгрегор. Он взамен вам помогает. Но это надо делать на постоянное ословие. Неважно, только вас, например, покрестили, не покрестили. Да, есть определённый ритуал подключения, но это может быть... Извините меня, если вы вообще в это не верите, вообще не верите, и в церковь не ходите, и, будем говорить, ну, край только на Пасху вы можете яички покрасить, и всё. Это не работает с эгрегором. Он не будет вам помогать, он не будет вам мешать. Поэтому, почему? Вы с ним не сотрудничаете. Некоторые говорят, надо раскреститься как-то, там ещё что-то. Нет, просто вы перестаёте выполнять вот те ритуалы, которые есть. Некоторые вообще не выполняют, поэтому там нет никакого сотрудничества. Есть, когда человек очень верующий, он хочет перейти, например, в мусульманство и всё остальное. Значит, тут можно, да, просто принять мусульманство. Может быть, там подключик идёт опять. Какие там у них идут тоже ритуалы определённые, законы определённые. Почему? Потому что я знаю, там они молятся, будем говорить, в обед, утром в обед и вечером, и всё остальное читают. Всё, там достаточно жёстко, больше жёстко идёт такая схема. Тоже это вы даёте энергию этому мусульманскому эгрегору. Он, если вы правильно всё выполняете, он будет тоже вам помогать. Тоже будет помогать, давать энергию. Всё, почему? Потому что вы его кормите, и он вам помогает. Есть, когда, например, вот говорят, они же будут мстить, если мы уйдём оттуда, мы будем мстить. Да, есть эгрегоры, например, которые ревностно следят за тем, чтобы люди не уходили из него. И поэтому он может создавать ему проблемы, может создавать проблемы, когда пытаться вернуть этого человека. Что в этом случае делать? Надо находить эгрегор более высокого уровня, чем этот. Например, вера в высший разум, например, обращаться туда. Вера более высшего Бога, общего Бога. То есть вот здесь, на более высоком уровне, уже тот эгрегор не будет с вами бороться. Просто вы подключаетесь самостоятельно. Почему? Потому что вы формируете именно своё мышление. Вы обращаетесь туда, и у вас идёт общение именно там. И поэтому более низшие эгрегоры, они ничего не могут сделать более высшими. Есть более духовный эгрегор. Вот духовный эгрегор есть. Есть эгрегор общего, то есть единого Бога есть. Высшего разума эгрегор есть, к которому обращается масса людей. Есть эгрегор любви. Есть эгрегор творчества. Это всё духовные эгрегоры, достаточно сильные. Есть магические эгрегоры, но они больше идут, магические эгрегоры, они идут более земного порядка тоже. Я знаю, что некоторые эгрегоры магические, они могут не дружить друг с другом, могут не дружить. И поэтому, когда человек обращается, например, к магии, он может дружить с каким-то одним эгрегором. Может перейти в другой эгрегор, может перейти в другой эгрегор. Почему? Потому что есть дружественные эгрегоры, которые сотрудничают друг с другом. Поэтому этот переход, будем говорить, идёт лояльно. Есть, когда более такие ремнивые эгрегоры есть. Ну, например, насколько я знаю, вот руновский эгрегор. Вот если человек занимается рунами, там нежелательно заниматься какими-то астрологией, нумерологией, будем говорить, гаданием и прочее. Почему? Потому что руновский эгрегор, он ремнивый. Он может, будем говорить, создать человеку массу проблем. Поэтому здесь есть эгрегоры, мы говорили, социальные эгрегоры, которые вы послужили этому эгрегору и пришли. Например, эгрегор, например, общего образования. Вот в школу вы поступили, и там вы выполняете определённые тоже процедуры. Готовите уроки, общаетесь с коллективом, вот, то есть вы должны переходить из класса в класс, ну и прочее. Но когда вот это всё заканчивается, вы выходите из этого эгрегора, то есть вы уже всё. И поэтому такие эгрегоры, вы входите в социум. Разные есть эгрегоры, социальные эгрегоры есть, магические эгрегоры есть, духовные, масса эгрегоров есть. Поэтому мы практически все работаем в этих эгрегорах. И для того, чтобы они помогали, для того, чтобы помогали, как минимум, как минимум, мы не должны будем говорить так, ну будем говорить противостоять им, противостоять. Или же мы выходим и с ними не работаем. А если работаем, то какую-то долю своей энергии мы даём. А если мы хотим, чтобы нам очень хорошо они помогали, да, это ежедневная работа. Почему вот магические эгрегоры, они у некоторых работают, а у некоторых нет? Нет. Подключка. Подключка может, вы можете подключить, то есть вы подключиться, можете самостоятельно подключиться, выполняя какие-то ритуалы и всё остальное. Но большинство делает какой-то один, два, три ритуала, чтобы приворожить кого-нибудь или отворожить, или ещё что-нибудь по этому. А потом оставлять в покое, то есть у них свои дела идут. И поэтому этот эгрегор не будет им сильно помогать. Почему? Потому что разовая, ну будем говорить, такая акция ни к чему не приводит. А вот если человек работает конкретно над свой эгрегор, который он выбрал, и даёт ему очень сильную свою энергию ежедневно, это работа, это работа. И тогда эгрегор начинает на него тоже им помогать и служить ему. Поэтому есть люди, которые маги, которые достаточно много посвящают, будем говорить так, своим ритуалам, которые посвящают свою энергию, время именно этим эгрегорам. И они им помогают, и это неплохие маги. Поэтому выбираем эгрегор. Эгрегоров мы говорили очень много. И выход из них, я говорю, вы перестаёте их просто кормить. Но, напоминаю опять, я ни раз, ни два говорила, большой эгрегор, эгрегор денег. Мы не можем из-под него выйти. Почему? Потому что у нас вокруг всё связано с деньгами. Всё. Везде мы за что-то платим, нам платят. У нас в голове они постоянно, вот эти, будем говорить, оплаты, как оплатить то-то, где мы заработать денег и всё остальное. Выйти нам из-под него практически невозможно, как иногда из-под социального эгрегора. И поэтому здесь лучше, будем говорить, знать, как работать с этим эгрегором, чтобы он помогал, а не мешал. Ещё раз повторю, у меня уже есть масса роликов на эту тему. То есть, если вы, например, перестали бояться, остаться без денег, и у вас нету вот этого страха, и всё остальное, а для того, чтобы не было страха, у вас должна быть, будем говорить, подушка безопасности на всякий случай обязательно. И когда вы перестаёте этого бояться, знайте, что у вас всегда есть. Вы делайте планы. Планы, где я могу что-то из материальных вещей, будем говорить, приобрести. Например, мне надо это, это, это. Я хочу побольше зарплаты, чтобы, например, куда-то её вложить, эту зарплату. Обязательно надо цель, чтобы она была. И тогда вот этот эгрегор будет помогать вам. Он будет давать ситуации, которые будут вас наполнять энергией, радостью и всё остальное, и даст движение, чтобы вы достигли этой цели. Если же вы будете бояться остаться без денег, и каждый раз вот эти всплески страха у вас будут, то эгрегор, наоборот, он не будет давать вам денег. Почему? Потому что вы его кормите страхом, эмоциями своими. Вот, потому что это эмоции. Да, они будут быть негативны, но это эмоции. И поэтому он кушает вас именно с этим. Поэтому здесь вот такая вот работа. И, кстати, с многими эгрегорами что-то наподобие надо вот рассматривать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!